Приветствую вас, складывается ощущение, складывается такое ощущение, что вы целенаправленно берете на себя вину за то, чего вы не делали. То есть, как бы, вы производите обвинение себя в том, за что вы не ответственны, что это в том, за что ответственности вы не несете никакой принцип. И либо здесь вам это выгодно в чем-то, то есть вам выгодно брать на себя вину за то, что вы не делали. Либо вам это выгодно, либо вы, ну, повторяете, например, что-то вам говорили ваши родители про вас. То есть вы воспроизводите, как бы, вот вы просто воспроизводите то, что родители вам, вам о вас говорят, например. Такое у меня сложилось впечатление об этой истории. Я, конечно, могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что именно так. Смотрите, если я прав, то навязчивые мысли ваши здесь, это не что иное, как результат этих самых внутренних голосов. В вашем, ну, вашем, вашем сознании, скажем так. Если я прав, конечно. И в таком случае, то, что вам нужно сделать, это избавиться от данной деструктивной модели поведения по отношению, например, к себе. По отношению к себе, допустим, самому. Да? Вот. Это то, что вам нужно здесь сделать. То есть ум навязчивых мыслей, а ваши мысли похожи на навязчивые. А есть свои причины. С одной стороны, это определенные поправности, определенные желания. С одной стороны. С другой стороны, это, скажем так, некоторая, некоторая такая позиция, некоторая такая позиция, которая, допустим, запрещает вам, действовать, делать что-то, ну, например, скажем так, что-то для себя. Вот. То есть запрещает вам думать о чем-то другом и по-другому. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть имеет место быть, да, имеет место быть, возможно, имеет место быть, запрет. Запрет на другой тип мыслей, скажем так. Вот. Ну, внутреннее обвинение, вот это вся история, которая у вас наблюдается. Вот. И, соответственно, соответственно, нужно отделить, как, в общем-то, правильно, что сказала моя коллега, да, нужно отделить одно от другого. То есть отделить, где ваша вина дисфункциональна, то есть не несет ничего хорошего вам, а где ваша вина функциональна и где это не вина, а ответственность. То есть, опять же, правильно моя коллега здесь сказала. Понимаете, что ответственность, эээ, можно брать, можно и нужно брать ответственность за то, что мы делаем. Тогда как, эээ, вину, именно вину, да, не возьмешь. То есть, можно себе взять вину, но только, как бы, в толку от этого. Ну, вот вы, например, возьмете на себя, допустим, вину, да, и что дальше? Кому это легче? Для чего вы это делаете? Для чего вы берете на себя вину? Зачем? Чтобы, чтобы, чтобы что? Понимаете? Понимаете? Вот это вот, эээ, действительно, действительно, такой очень важный момент, эээ, на который вам нужно обратить внимание. Своё внимание. И подумать, эээ, собственно говоря, эээ, такая, эээ, кому, 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 кому выгодно, кому выгодно, что вы себя обвиняете. Например. Кто, эээ, кто, эээ, кто получ, получает, больше всего, от того, что вы себя обвиняете. Вот. То есть, мне кажется, что вот этот, этот момент, эээ, его нужно, обязательно, происследовать. И вы для себя, я уверен, эээ, вы для себя откройте, что-то вам сейчас непонятно. То есть, поймите, то, что происходит с вами, да, вот, то, что происходит с вами, это происходит, эээ, не первый день, и, скорее всего, даже не первый год это происходит. И, если это происходит не первый день, не первый год, то, соответственно, скорее всего, у этого есть основания, у этого есть какая-то подоплёвка. Вот. Так что с этой подоплёвкой нужно разбираться. Чтобы вы чётко понимали, понимали для себя, откуда растут ноги, да, у того или иного явления. Вот. И, подкорректировав своё поведение, своё отношение к себе, да, ведь, то, что вы болеете, то, что у вас есть заболевание, это ведь тоже не случайно. Смотрите, это тоже не случайно. При том же, результат ваших действий. Вот. Я вас, опять же, не обвиняю сейчас, но могу предположить, да, только предположить, что вы были, ну, не совсем осторожны, да, в выборе, в выборе полового партнёра, да, интимного партнёра. Вы не совсем были осторожны. Ну, и вы считаете, что это, вы считаете, что это случайно, что вы были не осторожны? Нет. 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 Вы выбрали себе такой, ну, такой способ взаимодействия с интимными партнёрами, которые отражают ваши нужды, ваши потребности. Правильно? Вот. Правильно. А что это за потребности были? В чём? В чём? Я не думаю, что столько секса. Ну, вот, серьёзно, да, я не думаю, что дело здесь исключительно, если только в сексах. Вот. Вот. То есть мне кажется, что дело здесь может быть связано и с чем-то ещё. Вот. так что вы подумайте на эту тему. Подумайте. И отвечая на ваш вопрос, да, как вам жить, я скажу просто. Живите для себя. Вот. Живите для себя, это, это то, что вы можете сделать самое лучшее для своих любящих людей, ну, для своих родных, если они действительно вас любят. Вот. Живите для себя. Понимаете? Живите для себя и будьте счастливы. Вы подумаете, что для вас действительно, действительно счастье. Что для вам действительно счастье. И сделайте это. Сделайте это. Вот и всё. Это то, что вот можно вам сказать. Опираюсь, да, на ту информацию, которую я сейчас себе предоставил. Вот. Я не знаю, может быть у вас ещё, Олег, в профиле есть. Вопрос какой-то. Нет, у вас только тут. Всё про одно и то же. Ну, вот так вот. То есть, непонятно, непонятно, чего вы хотите от психолога. Конкретно, Олег. То есть, что можно сделать для ваших психологов. То есть, вреда для близких, вреда близким нет. Вреда близким нет. Вреда, вреда близким нет. Это, это, это сто процентов. Так что, здесь, как бы, история исключительно вот. Только про ваше собственное внутреннее противоречие. И про то, что привело вас в это состояние. Ну, и к такому результату, да, без заботы о себе и так далее, так далее, так далее. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...